Привет, меня зовут Дэн, и сейчас я расскажу, как сделать свои первые шаги по слэклайну. И в первую очередь хочу обратить внимание на обувь. Она должна быть с тонкой твердой подошвой, либо можно просто ходить босиком. На линию нога ставится по такому принципу. Опорные точки у нас большой палец и пятка. Чтобы научиться ходить по слэклайну, необходимо научиться на нем стоять. И сначала нужно научиться стоять на одной ноге. Встаем на одну ногу, руки в стороны и немножко заваливаемся в сторону опорной ноги. При этом колено до конца не выпрямляем. Колено должно быть чуть-чуть мягким. И баланс ловим всем телом. У нас прямая линия идет от плеча до пятки. И вот в этом шарнире мы как бы сгибаемся. Когда понятно стало на земле, можно пробовать вставать на стропу. В первые попытки колено будет очень сильно трястись. Но это не страшно. Нужно просто пробовать, пробовать, пробовать. Мышцы привыкнут и станет все стабильнее. Итак, ставим ногу. Плавно переносим на нее вес. И пытаемся устоять, как мы это делали на земле. По-хорошему нужно научиться стоять так на каждой ноге минимум по 10 секунд. После этого можно переходить к следующему этапу. Это выравнивание стойки. Для этого стоим на одной ноге. И пробуем опустить ногу и выровнять тело. При этом стараемся ловить баланс за счет сгибания-разгибания рук в локтях. Локти держим выше плечей. Когда начало стабильно получаться на обоих ногах, переходим к следующему этапу. Касание стропы свободной ногой. Выравниваемся. Касаемся стропы ногой. И убираем ногу. Снова ловим баланс. После этого касаемся ногой сзади себя. Убираем. Снова ловим баланс. Когда почувствовали в себе уверенность, ставим ногу на стропу и плавно переносим вес на обе ноги. И пытаемся так устоять. Как только чувствуем в себе силы, убираем заднюю ногу и остаемся на одной ноге. Повторяем шаг. И снова убираем заднюю ногу. Пытаемся поймать баланс. Первое время будет удобнее ходить именно так. В будущем станет приятнее стоять на двух ногах, чем на одной. Очень важно держать спину прямо и не смотреть низ под ноги. Лучше смотреть на место крепления стропы. Так ваша спина будет оставаться более ровной, а равновесие станет ловить гораздо проще. В принципе, первый шаг можно сделать уже через 40 минут интенсивной тренировки. Даже не спортивные домохозяйки и люди, которые никогда не занимались спортом, через 40 минут, полтора часа делают свой первый шаг. А дальше уже все зависит только от вас, потому что нужно заниматься регулярно хотя бы два раза в неделю. И уже через месяц вы будете свободно бегать свои 15 метров туда-сюда, не напрягаясь. Надеюсь, это видео было полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. В следующем видео мы расскажем про простые трюки на слэклайне для тех, кому уже стало скучно просто так ходить. Продолжение следует...